14 сентября день Симеона Столпника Назван в честь преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столпника. В волею случая он попал в храм, где услышал службу и уверовал в Бога. После этого он стал молиться и просил Господа указать, как ему жить. В тонком сне ему была подсказка. Сначала он поселился в ближайшие обители, затем удалился в пустыню. Сам Симеон положил начало новой форме подвижничества, столпничеству. Он стоял на высоком столбу и молился в течение 80 лет. В этот день начинается старое бабье лето – Марфина. Продолжительность его неделю с 14 по 21 число. Крестьяне старались убрать все яровые до сегодняшнего дня, которые еще называли днем Симеона летопроходца. Если этого не сделать, посевы могли погибнуть из-за плохих погодных условий. И вообще, к этому дню зерна из колоссиев выпадают сами. С этого дня крестьяне выпускали скот на поле. Хозяйки были заняты домашними заготовками, солили огурцы и прочее. Вообще, к этому дню надо было закончить все дела и все сделки. Считалось, что после этого срока все предприятия будут неудачными. Семенов день считался счастливым. В это время переходили в новый дом, справляли новоселье. Было такое обычае. Сегодня мальчикам, которым исполнилось 4 года, садили на лошадей и катали на них. Этим отмечали вступление во взрослую жизнь. Сегодня же детей и стригли. С этого дня начиналась пора свадеб. Для этого устраивали гуляние с хороводами. Женихи выходили во двор для того, чтобы присмотреться к невестам. Пекли пироги, накрывали столы и звали гостей. Так продолжалось аж до 28 ноября. Приметы. Если на Семен день погода теплая, то вся зима будет теплая. Если на Семен день ветер дует с южного края, зима будет гнилая и теплая. Если ветер несется из-под солнца, зимой ветры будут с севера. Если гуси уже улетели в теплые края, зима наступит рано. Погода дождливая сегодня, осень будет такой же. Много паутины, осень будет сухой и длинной. Вот мы сейчас так и будем делать. Так, нам нужна еще одна. Вот здесь я могу резать прямо на тарелочке, да? Ну, можно на тарелочке. Давайте, а вы можете здесь уже помогать мне. И разрезаем наш патронтаж. Не забывайте, что у нас тоже будет две волны вот этого мяса. Первая волна будет. Ух ты. Так. Я правильно наделился? Да-да-да, все правильно. У меня что-то не получается. У меня, наверное, не такой нож. Что, не такой нож? Вот он ножик. Давайте попробуем. Так, а я возьму вот этот нож. Он, наверное, просто-напросто маленький. Да, он мне что-то на косточку нарывается. На косточку нарывается. А я привык между ними. А, вот этот вот здесь уже кусочек хороший. Давайте я пока с этих начну. Давай. Я левша, поэтому если у меня левая рука, я все основное дело. Кстати, а как начиналась ваша творческая карьера? Вы там на каком-то конкурсе были? Я знаю, что после того, как вы на нем стали лауреатом, он и закрылся. Тем самым отметим вашу знаменательность. Все, после меня, как говорится, хоть потом. Я говорю, что вы не поверите, но именно так и было. Это был последний всесоюзный конкурс артистовой эстрады, потому что конкурс артистовой эстрады первый прокатил в 1939 году, где Аркадий Исаакович как раз выступал с Риной Зеленой. Был такой замечательный дуэт. И вот с того времени потом война помешала. На 4 года опять конкурс пропал. Потом после войны он опять продолжился. И вот в 1987 году был последний всесоюзный конкурс артистовой эстрады. Через 4 года, увы, Советского Союза уже не было. И поэтому всесоюзного конкурса больше уже не проводились. И я как раз там оказался на этом конкурсе. Мне очень сильно помог писатель, сатирик Георгий Териков. Написал для меня замечательные тексты для ведения программы. И Валерий Семенович Жак. И был тогда членом жюри, был замечательный, обожаемый всеми нами Борис Сергеевич Брунов. Тогда директор театра эстрады. Это один из немногих людей, который мог шутить на национальные темы. И это не было никогда обидно. Мне он, например, сказал такую фразу. А, Аванесян, сегодня решается главный вопрос. Либо ты сегодня станешь лауреатом, либо останешься армянином. Значит, так получилось, что лауреатом я не стал, но стал дипломатом всесоюзного конкурса артистовой эстрады. И вот с того времени, и больше я уже не хотел никуда уезжать. Я остался в Москве навсегда. А сам из какого города? Я сам родился в Баку. Но уехал оттуда в 1985 году на один из конкурсов, где я, кстати, с грохотом провалился, потому что был абсолютно не готов. А что там надо было делать? Ну, во-первых, надо было удивить жюри. А как ты удивишь жюри, когда в жюри сидят такие величайшие люди, как Аркадий Исаакович Райкин, Алексей Столбов, знаменитый главный директор фитиля Столбов, Борис Сергеевич Брунов, замечательный конферансьер. Да и масса режиссеров талантов. Порезал я. Все, давайте мы будем вот сейчас уже аккуратненько выкладывать. Вот как раз на эту зелень. На подушечку. Вот так мы выкладываем. Так вот я сейчас, то, что у нас уже готово, это я буду трогать. Так вот это положу. Вы знаете, как сейчас взял? Туда будем доливать немножечко? Доливать, пока не надо ничего делать, значит, это в самом конце. А в саку начнется. Да, знаете-ка, я думаю, что водичку, но в самом финале я скажу, сколько там совсем немножечко, для того, чтобы мясо получилось сочным. Хотя я говорю еще раз, многие, есть люди, которые любят сами, вот, например, когда не добавлять ни капли, но это, опять-таки, на любителя. Хотя я, например, обожаю вот этот сок, который получается в самом-самом конце. Ну что, Геннадий Петрович, давайте вот это. Особо ценная вещь. Почему? Это как раз экстракт, там, значит, и минеральные соли, потому что вот они как раз выделяются и из мяса. А из мяса выделяются экстрактивные вещества, которые возбуждают аппетит. Соли выделяются из всех этих трав. Получается действительно целебный напит. Я уже возбужден аппетитом. Да, хорошо. Я уже жду, когда мы все это будем есть. Я думаю, пока, Геннадий Петрович, нам этого достаточно. Давайте перейдем теперь к овощам. Давайте. Так, я чуть-чуть здесь освобожу себе место. Да, это можно сюда все просто. Давайте, да, все же все равно будет готовиться вместе. Я думаю, вот давайте, Геннадий Петрович, мы колечками, значит, давайте вот это все вместе сюда положим. Это второй слой у нас пойдет уже мясо. Второй слой. Хотя нам уже потом пригодится. Сейчас я погую, чтобы у нас все так... Так, значит, что мне... Давайте я вот еще вот сюда немножечко... Новую чистенькую досточку. Так, я буду нарезать перец. Геннадий Петрович, а вы колечками нарезайте помидорчик. Колечками нарезали помидорчик. Да, да, вот такими тонкими колечками. Это вот так, я так понимаю. Да, да, да. Именно вот так. Запомнили. Не так, а вот так. Да, 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 обязательно. И так, раз. Все. Так. А я вот как-то смотрю и кривое с зеркала, где вы там участвуете, и другие передачи. Ну, как сразу выйдете, сразу как-то оживаюсь. Вот лично я. Один только выход, а дальше уже... Ну, во-первых, у меня специфическая еще внешность, как-то один из моих коллег как-то про меня хорошо сказал, говорит, самый узнаваемый в России юморист. Потому что меня уже ни с кем не спутаешь. Я помню, когда Михаил Евдокимов сделал первые передачи, тогда назывался она «С легким паром». Я всего в одной передаче выступил, всего в одной передаче. Я рассказал несколько анекдотов, как меня уже на утро в булочной узнавали все. Ну, здесь есть вторая сторона медали. Я недавно обратил внимание, Геннадий Петрович, на такой момент, для меня очень болезненный. Я был недавно у себя на родине, в Армении. Гуляю по городу, и вдруг меня никто совершенно не узнает, мне стало так обидно, больно. Говорят, как это так, на родине меня не узнают. А моя жена очень тонко и остроумно заметила. Она говорит, а что ты хочешь? Посмотри по сторонам. Ты попал в город своих двойников. И все похожи на меня. И я положу сюда. Так, ну что, вот мы сделали первую, так сказать, это самое. Теперь пошло все это по второму кругу. Помните, я вам говорю, опять первая прослоечка. Первая прослоечка. Мы положили зелень, петрушка, укроп, потом мясо. Дальше у нас бараньи ребрышки гонячие. И теперь вторая волна. Вот вторая волна. Опять это мясо мы кладем. Так, а я опять нареждаю петрушку. Давайте, да, вот дорежем петрушку. И, кстати, можем добавить сюда еще кинзу. Она нужна будет уже для финала. Для финала. А что делает там кинза вот она еще? Ну, она тоже, любая зелена, все равно она дает какой-то очень аромат хороший. Кинза тоже. Я, например, кинзу люблю, честно говоря, не в вареном, не в таком виде отварном, скажем. А обожаю ее именно в сыром виде. В сыром там она больше, и вот этот дух у нее там специфический, потому что все это улетучивается. И она, естественно, тогда, помимо того, что она помогает что-то там переваривать, она еще дает ей здоровьица. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!